В 3 часа ночи я легла вчера спать, а накануне пообещала детям на трамполины съездить. Но так как я легла в 3 часа ночи, подумала, ну не поедем на следующий день и все. Но занудные французские дети в полной боевой готовности стояли возле моей кровати сегодня утром, поэтому мы все-таки едем на трамполины. Ну а всем нашим зрителям пламенный привет, дневник Мил Френо, я Мил Френо, это мой дневник. И сегодня, возможно, будет первый раз такое видео, потому что я давно уже планировала сделать видео, когда ты не говоришь на камеру, а просто что-то происходит в твоей жизни. Ты это снимаешь, но не комментируешь особо на камеру. Вот, наверное, все это под такой день, потому что если я еще первые 2 часа держусь, когда ты не спал всю ночь, ну всю ночь, в 3 часа ночи мы легли, а потом вот первые часы утро еще как-то можно бодро продержаться, а потом уже начинается спад, поэтому вот когда будет этот спад, то скорее всего я перестану говорить на камеру, просто буду снимать, что происходит, а сама останусь за кадром. Все, мы едем на трамполины. Ты знаешь, как этим пользоваться? Смотри, Лена. Так, смотри, смотри на маму, Лен, смотри. Хорошая встряска такая после бессонной ночи. Давай, давай, Ленка, давай, давай! У-ху! Ау! У-ау! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотри на свою сестричку, как она ходит Давай, давай, до конца уже чуть-чуть осталось Никогда не бросаем начатое Молодец С тобой сейчас вся Россия следит, доченька Давай, давай, осталось пару шагов Давай, вставай на пьедестал Угадайте, кто это? Правильно, это я Держи экилибр Экилибр Смотри на меня Подожди, сейчас Лена пробует, потом мама пробует Давай, давай, доченька Держи экилибр Держи экилибр Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Вот это я так и не разобралась, что это такое, но очень пахнет луком, так сказали мои сородичи, потому что я запахов не чувствую. Вот это вот осталась одна татлетка у меня рыбная и водоросль. Такой вот у меня будет обед. Тут еще щепотка имбиря осталась, прям вот так посыплю везде, пусть у меня будет все имбирем пахнуть. Что-то пошел? Что пошел, непонятно. Куда пошел разбираться? Уловил их в чем-то или что? И по телефону что-то там шибечет. С адвокатом, наверное. Блин, они всего лишь мячик потеряли, а я так рассчитывала, чтобы пошел поругаться. Каких-нибудь впечатлений хотелось. А вот кажется, ничего страшного не произошло. Я поспала, прям мне намного легче стало. И сейчас я могу показать вам пару посылочек, которые у меня накопилось. Кучка. Это не посылочка, но покажу. Я бы хотела понюхать, но не пахнет. Вчера, когда приезжала Яник, она нам принесла огромную вот такую вот свечу, потому что эта свеча, это свеча от комаров. А сейчас посмотрим другие посылки. А, нет. Хотела, чтобы красивый жест был. А это подставка под микрофон. Да. У меня есть вот такой микрофон, и теперь у меня есть под него подставка, плюс шубка. Вот такая вот. Потому что я уже пыталась на этот микрофон что-то делать, но мне сказали, какой плохой звук, ветер слышно. Поэтому я докупила себе вот такую штучку. Какая-то легенькая вот эта посылочка. Ну, знаете, не по весу судят посылки и человека, а по содержимому. А, а эта посылочка, кстати говоря, за бьюти привей. Знаете, у меня есть такая штука. Я иногда заказываю что-то, ну и заодно вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Поэтому я сказала, всего лишь лореалевскую тушь, вот эту лореалевскую. Я теперь поняла, зачем эту штуку так сказать. Вот эту лореалевскую тушь, заодно мне туда положили маску для волос, вот такую. И еще у меня здесь целая кучка всего. Сейчас с Ленкой будем красить. У нас же завтра мужики улетают, а мы остаемся с ней вдвоем. Чёрный карандаш-подводка для бровей, губная помада, губная помада и еще одна подводка, кажется. Знаете, я такая нелюбительница рассказов про всякие штучки для красоты, поэтому быстро показала. Все, если что-то интересное из того, что показала, вы напишите, я обязательно вам покажу подробнее. Тут посылка Самка Зона, в этой посылке Ха-Ха, это уже второй будет. Точно такой же, на 13 евро я купила. Это для того, чтобы накачивать мой шарик, на котором я постоянно занимаюсь, который находится вот там. Да и плюс еще лето наступает, скоро в бассейне будем постоянно плавать, и нужно будет надуть всякие матрасы, круги и прочее. А вот это, посылка еще одна, это вообще не мне, а это подарок. И я за него ничего не платила. Я ссылку могу вам оставить на Амазон, но мне просто так. Так, вернее быть, я заплатила, но мне обратно вернут деньги. Я все никак не дойду вам записать про это видео. Это из разряда, сколько я зарабатываю, когда не работаю. Вот так вот. Это вот такая вот каска, наушники для игр, для видеоигр. Но эта штука отправится к Ромке. Я хочу подарить это Ромке, потому что Ромка нам очень помог. Ромка, он ездил, куда он ездил? Он ездил в одно место. Там нам дали большие такие кресла и диваны для улицы. А так как у него есть большая грузовая машина, то он их принес к нам прямо в сад. Прям в 8 утра завез, выгрузил и уехал. У него есть кот от нашей двери, он сам заезжает, что-то там сам поделал дела и уехал. Поэтому я решила подарить ему вот такую вот каску. Ну, потому что они иногда вместе с Таевой играют в видеоигры, они там встречаются как-то в интернете. В общем, вот такие вот подарки Ромке. Такие вот посылки. Пойду косметику испробую. Слава, чтобы не лопну. Ой, бежит кот. Домой иди. Бегает тут. Котяка. Капец. Милый, дорогой, возьми меня с собой. Там в краю далеко буду тебе женой. Милая моя, взял бы я тебя. Ну, там в краю далеко есть у меня жена. Для зубок, да? Плохо это, да? Вот это, да? Это плохо для зубок, да? Вот это, да? Да. Жалко, да? Так, если бы они были полезны. Так, если бы они были полезны, ты бы их кушала, да? Если бы они были полезны, ты бы их кушала, да? Да, но я их кушала. А, да? Ты уже пробовала? Да, я их кушала. Так, я их кушала? Да или нет? Да. Что сказать надо? Спасибо. Молодец. А то стояла, смотрела на эти конфеты, смотрела. Ну, иногда можно. У нас праздник, скажи. Что ты здесь делаешь, Джимс? Джимс? Когда мысль становится событием, возникает эмоция. А когда мы начинаем испытывать эмоцию от события еще до его наступления, наше тело и подсознание реагируют так, словно событие уже стало реальностью. Но что происходит, когда мы заранее нагнетаем нежелательные события? И даже если вы просыпаетесь, смысл не сделать что-нибудь по-другому, сколько вы все равно обнаружили, что опять делаете все то же самое. Ну, возьми три по фобам в копилку. Ой, мамочки. Вот, что я покажу. Сначала первую ракушку выбираешь, какую-нибудь красивую и, главное, гибкую, потому что потом эта ракушка будет служить тебе в качестве вилки. Съедаешь то, что внутри, я это сделала. А потом берете ракушку, найду вот такую, и потом той ракушкой, которую вы только что съели, вот такие, подхватываете. И это теперь уже вилка. Мы решили с Леночкой десерт приготовить мальчику. И что теперь? Давай их очищать, да? Вот, давай вторую тоже очищаем. Бери ножик, бери, и вот так вот. А то, иди, погони, 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 погони. Бери. Какой-то ручка, вот этой правой, наверное, да? А я вот так в тарелочке накладываю, пока она режет. Вот, у нас такие тарелочки вот с бананчиками. Ой, смотри, как красиво ты тоненько режешь, молодец. Папа? Ой,angs заEM. Я в плече тарелок, но иди сюда. Только мама будет заемена, но я в плече, потому что он должен положитьひобедом и ам pointing к scenу. Ок? Давай, следуй. Если еще... У тебя даже силёнок нету, чтобы её нажимать. Давай, вот так вот переворачивай, вот так. Давай. Какой красивый у тебя десерт получается, дочка. Обалденный просто. Вот, вот что у нас получилось. Умничка моя. Вот это... Браво, Лена! Ну что, несём мальчиком? Лена, Лена, Моносик. Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, интервью. Дайте, пожалуйста, расписку какую-нибудь, или как это называется. Что-нибудь дайте. А, идём. Это Лена приготовила. Это Лена! Это же ты сделала, Леночка. Какое лицо у нас сделала. Да, это гастрономическое блюдо у нас сегодня. Молодец, какая. Спасибо, доченька. А там, сколько ножек будет? Будет? Ну иди, сейчас. Бум. Попай! 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 Попай!